всем привет всем доброе утро да мы свиньи идем гулять мы идем свиньи гулять проснулись сегодня воскресенье кровать еще не застилала я сонная всем привет еще раз сзади там лежат вещи которые я опять собираю которые надо отдать потихонечку еще сейчас будут собирать сумку сейчас идем гулять на улице прекрасная погода сейчас увидим я вам покажу а потом будем пить кофе нет не кофе вру будем пить какао кофе я уже пока недели две наверно уже не пью скоро наверно на буду начинать слабенький кофе мне уже можно девушка гимнастикой зарядкой занимается молодец ну на улице-то у нас солнечно прекрасно но холодно очень холодно вените мы дим небо-то чистое отличное а я по-быстрому оделась так вышла прям голые ноги ботинки такие легкие отделаны прям на голые ноги треники и все ну солнце шикарно вообще надо конечно сегодня выйти погулять вчера я целый день просидела в субботу дома я купила картину по номерам мозаику по номерам верней вот и мне очень нравится люблю я эти мозаики больше чем даже разукраски вот эти по номерам вот и такую пантеру красивую я вам покажу потом приду вень ты меня путаешь постоянно иди 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 давай вот и вчера целый день включала там всякие фильмы смотрела слушала какие-то программы и занималась этой алмазной мозаикой так здорово прям она успокаивает так хорошо сидишь занимаешься вот вот он идет хрюкалка идет и хрюкает чё хрюкаешь что вень давайте отпущу побегай иди беги гуляй побежал травка еще зелененькая хорошо ну еще деревья много деревьев зеленых еще деревьев зеленых много смотрите какая погода ни одного облачка вот это вот шикарно обалдеть я думаю днем сегодня будет тепло сейчас утро еще 9 утра поэтому прохладно а с балкона у меня 15 этажа такая красота открывается тоже надо вам показать там деревья и зеленые и желтые вот эти клёны края красно-желтые вообще красота сверху красивая осень сейчас как раз пора такая золотая пора осенняя пора а чьи очарования дальше не знаю не помню вернее пришли в скверик сюда под деревьями посадили бархатцы а бархатцы его дольше всего цветут вот нравятся мне они цветы мне нравится очень их не аромат прям запах у них приятный может быть кому-то нет мне нравится хорошо такой свежий воздух сейчас на улице прям прекрасно видите уже подмерзла потому что у нас уже и ним покрывается утром даже вот машины вот я в 5 утра в 6 утра выхожу на улицу выходил вот как и на этой неделе и на машине и не и на растениях и не уже такой был замерзший и вот уже некоторые растения не выдержали видите уже все а вот эти растения они сами как будто покрыты и не на самом деле это такие волосатике волосатике очень хорошо на улице очень хорошо я прям проснулась все встала и быстро побежал с ним гулять спала прям так хорошо и побежала гулять с ним и уже сейчас приду уже буду пить какао наверное скорее всего завтракать буду и хочется побыстрее картины доделать и в то же время погода такая хорошая хочется и прогуляться не знаю посмотрю красиво так туечки тут сделали бежит парень парень бежит кто такой кто там такой мне кто у меня такой маленький там кто кто малышка кто у меня малышка и захрюкла от радости да день пойдем пойдем гулять еще пойдем сюда вокруг школы обойдем вокруг детского садика вернее у нас здесь есть вот клиника филиала клиники доктор боголюбов и лаборатория вот сразу вот видите вот вот боголюбов и сразу лаборатория вот я сюда маму водила в эту поликлинику неплохие врачи все чистенько аккуратненько все там можно и анализы сдать и узи сделать вот и еще в балашихе у нас там есть большая это клиника огромная я там много тоже гастроскопии там когда-то делал два года назад потом еще вот там все врачи и все все процедуры там в общем всякие все все делают большая клиника но она платная соответственно платная вот ну хотя бы более-менее здесь вот даже есть зубной врач боголюбова у нас а потом узи я тут вот недавно делала боголюбов если кто-то пользовался напишите как у вас вообще отзывы по боголюбове нравится нет но я вот сколько раз ходила в принципе ну в принципе неплохо в принципе неплохо там даже можно заключить годовое обслуживание она очень намного выгоднее будет вот разные врачи детская площадочка так вот скажите зачем вот такая машина нужно вот с таким низким бордюром там вот как называется не знаю зачем вот где она может проехать вот только по прямым дорогам больше нигде абсолютно ты никуда на такой машине не ездишь прям уже на асфальте лежат эти железки ну нафиг такая машина нужно не знаю вообще нормальные машины вот которые давно бордюр должны въехать под бордюр за бордюр красиво мусора навалили ведь сколько не хватает контейнер так каждый день сейчас покажу вам картину сверху пленочка у нее но будет она выглядеть вот так видите я уже стразики прикрепила немного вот они все стразики вот и чем будет такая красота смотрите классная да она еще на солнце прям переливается эти стразики они начинают там сверкать очень красиво но я вот только вот еще сделала вот здесь здесь немного но будет вот такая красота а вы занимаетесь такими картинами кто любит рисовать или больше алмазную мозаику не алмазная мозаика все-таки больше нравится раньше я любила разукрашивать вот этот по номерам картина сейчас люблю вот алмазную мозаику очень так ты чё кушать хочешь сейчас буду кормить тебя сейчас вот уже приготовила питание и тети 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 твое дави твое да твой цезарь вкусный ягненок сырном соусе думаете он сразу будет есть навряд ли он будет ходить еще возле неё полдня не знаю хорошие вот это вот есть сырном соусе есть сливочном тоже вкусно ну иди кушай будет попрошайничать что мама кушает он зачем ему сейчас кушать вот час здесь крутится возле стола смотреть что тут у мамы вкусненького есть мама сейчас будет кофеек делать какао верней да будем какао сейчас варить как солнце выглядит столько пыли сразу столько пыли кошмар мы ведь это нить посуду еще со вчерашнего дня осталось уже нить вчера ничего не делала рисовала картину и отдыхал все ничего не делал так что мы будем варить мы будем варить какао и наверное я открою сегодня турецкий кофе турецкий кофе открою немножечко добавлю себе кофейку на еще его даже не открывала какао мыло побольше две ложечки вот это какао который я рекламировала турецкая многие спрашивали про него многие уже купили сказали что очень вкусная кто вот купил написали спасибо большое что подсказали какого замечательная забыла вынести обычно свиньи выхожу в нашу мусор так кофейка добавлю немного так как пока еще мне уже кофе не пила недели две наверное а фирма 1 что вот это кофе делает что какао потому что вот крышки прям одинаковые одинаковые рисунки одна и та же фирма значит хотя какао такое в турции я не нашла я облазила все магазины которые можно нету такого как кофе стоит каком нет так заливаем кипятком я сразу кипятком себя заливаем что быстро чтоб не стоять возле турки с холодным холодной водой а здесь сейчас быстро все ждем пока сварится кофеек варится у нас сидни пила чай здесь у меня в термосе вот термос у меня заварила шиповник пью шиповник и надо сейчас таблеточку мне обязательно выпить а не ну все вот уже закипает 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 все и наливаем отлично совсем забыл еще заварить кашку еще кашку же не надо быстров заварю быстренько стоит буквально немножко надо накрыть накрыть блюдцем это мой завтрак будет сейчас сначала кашку а потом уже какао так будет правильно сегодня у вас друзья утро со мной я такая как есть проснулась даже надо волосы еще помыть и вот какая есть такая есть утро со мной проснулась умылась зубки почистила свиньи погуляла теперь завтракаем так здесь у меня кофе с какао вместе это макачино называется взяла вот это миндальное молочко хочу сегодня попробовать с миндальным молочком все это потому что сейчас везде это миндальное молочко наливают в кофе я видела но в какао я не знаю конечно я его и так-то не кругу там даже не молочко непонятно что попробую попробую всегда разбавляем холодным чтобы не пить горячее я не люблю пить горячее и тут недавно ездила как раз к родителям знаете вот и и вот сейчас мед еще добавлю сюда и там чай когда начала наливать папа ты не любишь да горячее буду я никогда горячего я беру во-первых это вредно вот а папа говорит я знаю быть вредно но я всегда быть ты знаешь люблю пить горячий а он прям он пьет горячий чай вот эти горячий и так и вот так поэтому пьеток прихлебывая да сначала чтоб с воздухом чтоб не так горячо было изначально когда он горячий и он всегда ну вот и 80 лет и может 7 ноября будет 80 лет 80 лет прожил ничего горячее вредно прожил ну правда я за желудка у него было когда-то ну потому что он выпивает и выпивал раньше хлеб ну да так здорово выпивал поэтому неизвестно от чего не у язва желудка была попробую что получится девчонки кто смотрит не могу хочу это рассказать хочу поделить свое мнение у просто про мама отличника которая заболела сейчас коронавирусом в итоге у нее там сахар которая сделала прививку заболела коронавирусом у нее сахар зашкаливал до 23 поднимался сахар там вообще просто ужасно и плюс ее теперь посадили на инсулин представляете на инсулин посадили это получается что у нее был и раньше сахар я так понимаю сахарный диабет у нее был раньше видимо так что из-за денег делает человек я если у нее раз и еще не может же у нее сейчас так резко подняться сахар и все а значит она уже я так понимаю пила таблетки раньше от сахара от сахарного диабета он у них был так она пирожные тем уплетала и эти присылали все пирожные разные на обзоры на все всякую эту еду жирную там не помещу и она эту уплетала одну за одним эти пирожные человек женщина уже она старше меня сколько ей лет 56 или сколько там не 58 я не знаю но как можно знаю что у тебя сахарный диабет уплетать пирожные вообще не следить за своим питанием и вот так себя довести что в итоге и посадили на инсулин это вообще просто взрослые умные женщины вроде бы и я не знаю так я беру финн крис сухарики потому что у меня хлеба нету один и второе у вас сухарика наверно возьму я смотрю на и удивляюсь над ней мало того что она больная ходит расхаживает везде когда у меня был коронавирус я сидела дома я никуда не ходила я никуда не ходила можно вызвать доставку еды на дом сейчас все для этого есть наверняка в анапе тоже это есть я не ходил никуда я только выходил на улицу свиньи погулять это когда мне уже более-менее стало лучше а так я никуда не ходила она пошла маникюр делать у нее корона у него роман запахи прошли пропали все и она пошла делать маникюр но это вообще это нормальная женщина вы считаете или нет я удивляюсь это вот это вот икра красненькая ой здесь почему-то она она такого знаете прям розового цвета как ну как семга цветом такого же чуть побледнее чуть побледнее бутербродик себе а сначала кашки надо немножко посмотрим кашка моя готова так что девчонки я вот все смотрю и вышла она в прямой эфир позавчера по моему вчера вот ее не было вообще вчера она вышла прямой эфир лицо красное но видно что человеку плохо видно у нее давление может быть у нее сахар опять подскочил глаза прям бешеные на выкате мне кажется это все сахар вот это сахар и как можно относиться вот так ко всему я я не знаю я просто вообще удивилась я я смотрю на нее думаю но это вообще ну же и взрослая женщина как ты можешь себя так вести относиться относиться к своему организму тем более так сахар 23 да это же вообще на инсулин посадили и все так вот пирожную плетать и всю еду опять она там я себе там учет купил скумбрию я не знаю про чё при сахаре там ну как какую-то еду все равно она покупает ту которую нельзя в интернете все же написано что можно что нельзя я плохо сейчас чувствовала я ограничила себя во всем купила мандарины ну просто такие хорошие мандарины обалденные я увидела просто я понимаю что у них нельзя сейчас есть вообще они у меня просто лежат я на них просто смотрю подошла понюхала корочку потерла не знаю чей на мексиканские огромные такие вообще хорошие такие мандарины вот я себя ограничила я как бы вот ну питаясь тем чем понимаешь чем тем чем не можно питаться сейчас стараюсь по утрам каши есть там девчонки мне написали кисель пили я кисель пью купила потом завариваю шиповник ну плюс ко всему к этому у меня еще сколько таблеток но у нее тоже гора таблеток я там смотрю она конечно таблетки от ковида там все это пьет и капельницы ставит ну раз у тебя такой сахар и если больная зачем ты хочешь расхаживаешь ну ладно ты собакой вышла погулять на улице но она пошла в помещение ногти делать где один на один до сидит с человеком мне кажется он передается этот ковид просто вот по щелчку вот просто ты посидел чуть-чуть вот и пообщался за ручку там взялся нос почесал все до свидания я ковидом когда заболела у меня соседка первая заболела в квартире вот здесь рядом с квартира у нее 501 меня 502 вот она заболела первое я не знал что она заболела нанка более-менее в легкой форме болела вот и тут же заболела я я уверена что заболела я от нее вот мне почему-то кажется я от нее заболел потому что у нас прям разница буквально там в три дня она прошлась нам дыхнула или за ручку взялась и я за ручку после нее взялась и все я заболела ну хотя у нас на работе много тоже людей болело но не знаю у нас до сих пор кстати на работе болеет ковидом до сих пор кто не болел кто сделал прививку болеют сейчас вот молодежь но у нас молодежь в основном но болеют болеют люди не по второму еще раза по первому только так что такие дела как вы что вы думаете там мама отличненько напишите я в шоке попробую сейчас кофе меня ты чё сидишь сидит здесь у меня рядом попрошайничает вот прям вот подо мной еду не будет есть ему надо сначала все попрошайничать походить сколько я вот буду если я буду сидеть он будет сидеть возле меня крутиться попрошайничать мало ли чё перепадет а только потом он пойдет когда я уйду с кухни уже он поймет что все ничего не перепало он тогда только будет кушать очень приятный вкус девчонки очень приятный вкус очень нежный прям такой гладкий какой-то прям вкус очень хорошая понравилось буду покупать значит такое молочко очень понравилось классно вкусно кто пробовал напишите кто покупал понравилось вам мне понравилось очень вкусно так что буду кушать свою овсяную пашку на воде можно меда немножко добавить кстати мед который я купила вот одна баночка у меня уже почти все одна баночка это липовой липовой была одна баночка уже почти заканчивается неплохой неплохой мед с медом просто вкуснота всем приятного аппетита кто завтракает вместе со мной кто будет завтракать а может быть вы уже будете в это время обедать пока я видео выпущу вкуснятина ну часто часто кашу геркулес свой тоже говорят есть вредно надо делать перерывы все подсматривать там лежит вдалеке видите его наверно он там лежит посмотрю ну все спасибо всем кто со мной завтракал я буду дальше продолжать завтракать надеюсь сегодня еще снять какое-нибудь видео для вас возможно пойду куда-нибудь прогуляюсь погода шикарная надо прогуляться в то же время хочется доделать картину прям картину пока вот светло вечером я ее делала уже мне было тяжело хотя я даже поставила дополнительный свет но он отражает там отблескивает в общем естественный свет когда намного лучше видно легче и он собирать друзья всем еще еще раз доброе утро хорошего вам 7 дня это было утро со мной ирины сорокиной канал москвичка жизнь большом городе всем доброго утра и до новых встреч всем пока